Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Anderworld и его ведущий Step-Up. Мы находимся в очень интересном благоубежище, в великолепной сохранности. Это одно из защитных сооружений, находящихся под зданиями некогда секретного НИИ. Впрочем, институт и сейчас продолжает заниматься научной деятельностью, но теперь располагается на другой территории. Вот это вот комната руководства гражданской обороны предприятия, которому это бомбоубежище принадлежит. Сейчас мы немного по нему прогуляемся и посмотрим, что здесь есть еще интересного. Кстати, правильно это помещение называется пунктом управления. Здесь можно видеть очень длинный коридор. По обеим сторонам располагаются помещения различные. Сейчас ради интереса мы посмотрим местный санузел, местную достопримечательность. Все вполне цивильно и очень похоже, что даже в рабочем состоянии. Воды прямо уже нет. Вода здесь отключена. Продолжаем осматривать защитные сооружения. Здесь мы видим склад в самом дальнем конце. На складе можно видеть термометр. Кстати, температура сейчас 16,5 градусов. Очевидно, что наличие термометра на складе обусловлено поддержанием необходимой температуры для хранения каких-то веществ, может быть медикаментов. Здесь же рядом со складом находится медпункт. Можно видеть массу различных препаратов. Вот как, например, таблетки сульгин. Точно не помню, но, по-моему, это что-то для желудочно-кишечного тракта. А вот это вот полные коробки аммиака. Раствор аммиака это и есть не что иное, как рашатырный спирт. Еще знаменитые наборы аптечек первой помощи при радиационном и химическом заражении. В их комплектацию входили небезызвестные таблетки Торен. Психотропное средство, применявшееся при радиационном и химическом отравлении. Также здесь можно видеть весьма интересный плакат, на котором перечислены все награды, применявшиеся для награждения за различные заслуги во времена Советского Союза. Продолжаем рассматривать это помещение. Здесь вот можно видеть такую колоритную герму, в которой находится запасной выход. Здесь техническая документация убежища и запасы питьевой воды. Различный, я так понимаю, пожарный инвентарь здесь находился. Просторный учебный класс с сохранившимися наглядными пособиями для занятий по гражданской оборудовке. И, собственно, помещение для укрываемых. Наверное, порядка 60-65 квадратных метров. И еще одно похожее помещение для укрываемых. И сейчас мы подходим к весьма интересному месту. Мы подходим к дизельным. Скажу честно, что дизель такой сохранности я встречаю впервые. Здесь мы можем видеть вот этот выпуск выхлопных газов. Труба, которая идет для отвода выхлопа этого дизеля. Здесь можно видеть бак с дизельным топливом. Огромный радиатор. Сейчас точно не скажу, чей. Каким заводом выпускался этот движок. Все приборы в полной сохранности. Соответственно, здесь стойка электрооборудования. И в соседнем помещении мы можем видеть вентиляцию. И вот, собственно, помещение фильтровентиляционный. Здесь на месте присутствует электромотор. Все фильтры подписаны. Туда осуществляется движение воздуха. Даже опломбированы клапаны, вот можно видеть. Правда, похоже, не все. Но все в рабочем состоянии находится. Это бомбоубежище является собой практически идеальный образец защитного сооружия. Кроме того, именно в нем располагался штаб гражданской обороны объекта. На территории которого находилось еще несколько убежищ, предназначенных именно для укрытия персонала не в случае чрезвычайной ситуации. А я на этом с вами прощаюсь. Огромной вам удачи. И до новых встреч на канале Underworld. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Оставайтесь с нами. Будет много интересного. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...